Здравствуйте, дорогие друзья мои, уважаемые зрители. Рада приветствовать всех у себя на канале. Вы смотрите, как мамочка досеньку посудила на подоконник, и чтобы она понаблюдала за гранд-каналом. Да, мы плывем с вами по гранд-каналу, вы уже выучили эту страду однозначно. Это номер... Я плыву номером 2, в аппарате номер 2, но всем рекомендую проплыть по гранд-каналу аппарате номер 1. Сегодня мне повезло, потому что странно очень, в принципе, да, вот, что нету людей. Вот, смотрите. Как свободно в аппарате. И можно спокойно, свободно снимать на две стороны. Смотрите, на площадь Рома люди уже возвращаются. Это туристы в основном, видите. В аппарате еще полные. Это люди едут уже, гуляли по Венесии, и уже возвращаются домой. Вот я сегодня тоже встречалась с Ларисой. Ларочка, спасибо тебе за встречу. И семья, муж, доча и внученька все приезжали сюда на экскурсии. Они снизу сапога, снизу Италии. Вот они приехали на один день погулять чисто по Венесии. Говорят, все говорят, что очень жарко, очень тяжело, но все равно она прекрасна, хотя они уже были когда-то 10 лет назад, в марте. Говорят, что больше им понравилась Венесия именно сейчас, чем в марте. Ну, наверное, они как раз застали такой период в марте. Я вам тоже неоднократно говорила, что надо приезжать лучше всего вот там в мае, вторая половина апреля, май, и потом уже сентябрь и еще так половина октября. Потому что летом очень жарко, а зимой у нас, конечно, ветры, холодно, сыро. Конечно, снега нету. Все могут говорить, что ты там жалуешься, вожешь, снегу нет, мороза нет, снега нет. Нет, ну, есть другие условия. Вот. Сегодня жарко, но все равно они получили массу позитива. Людей очень много было. А я еду на работу к Мавру-магазин. Сегодня буду работать до 10 вечера. А завтра у нас опять форшет в казино. Сейчас мы проплываем в казино. Александр Боргез, такой известный шеф. Шеф-повар, не говорят на Кока-шеф. Он такую программу ведет на телевидении. Четыре ресторана. В гости ходят, оценивают друг друга, как там у кого. Видите, вот эта жардина возле казино. Вот. И вот этот форшет будет на улице. Будут подъезжать сюда на барках, на такси. Известные итальянские артисты будут подъезжать сюда. Да, я уже видела подготовку, потому что моей подруге Лилианы дочь пошла работать туда официантом. Вот. Девочке 29 лет. Образование ее медицинское. Ну, вот. Шла работать официантом в ресторан. Да. Бывают разные в жизни. И люди идут. Видишь, была работа. И за это очень благодарны. Ну, я думаю, что работа и неплохая. В смысле, неплохая в казино в Венеции. Да. Смотрите, какая очередь сегодня на трагетто. На это трагетто. Ну, это гондола. Гондола, которая перевозит людей с одной стороны канала на другую сторону канала. Люди уже узнали. Я уже тоже многим рассказываю. И вам неоднократно говорила, что за 2 евро турист может переплыть с одной стороны канала на другую. И попробовать, может ли он плавать на гондоле вообще. Потому что много людей боятся. У меня были такие туристы, которые... Боже, ну, реально не боялись. Нам смешно за стороны смотреть. Но если у человека есть паника, есть какой-то страх... Это да. Ой, как красиво! Как красиво! И тут гондола выплывает. И тут вот, ну, боже, как красиво! Такие кадры такие ловить на фото. Так, реставрация идет хорошо. Пусть реставрируют. Ой, как тихо! Так странно! Так мало людей. Вот это очень странно! Я должна работать в ней до 10 вечера. Потому что много туристов. И мы так думаем, что они будут ходить сегодня допоздна. Знаете, что только что увидела? Сейчас вам скажу. Потому что немножко заглядела остановочка. Увидела, что папа несет доченьку, ребеночку где-то полтора годика. Вот так на плече. Знаете, вот так, наверное, как гуляли вот так вот целый день. Они-то в шляпе, в каких-то панамках. А ребенок без ничего. И полностью правая сторона у ребенка улдырями пошла. Прям красная кожа и сразу же улдыри. Это же нежная детская кожа. Мне стало не по себе. Думаю, ну как это так? Ну как это так можно? Ну не подумать, что это же ребенка вот так вот. Так что вы, пожалуйста, если вы собираетесь венец, если такая жара, конечно, головные уборы. И, конечно, думайте из детей тоже не только о себе. Контролируйте. Потому что, может быть, эмоции и люди забыли. Я не знаю. Я не знаю, как это объяснить. Но я была в шоке. И думаю, эти ожоги непонятно, как оно будет потом себя как поведет на коже ребенка. Понимаете, да? Уже пришла смс-ка под одним из видео. Покажите свои новые браслетики, как вы делаете. Ценный магазин браслетиков моих вот. В Маурах. Смотрите, я делаю так, чтобы можно было сочетать. Видите? Чтобы можно было сочетать. Вот такие там. Не зеленые. Не знаю, как там передают. Вот так. С каучуком. Кому как нравится, девочки. Как я делаю. Вот это серое сочетание. Не нравится. И с нежно-розовым. И с виолой. Потом это... Вот это очень красиво тоже смотрится. Они у всех... Там плохо видно в магазине. Знаете почему? Потому что там вот эти лампочки, эти брики идут. Желтые очень красиво сочетаются с серым. Тоже. Вот так вместе взять. А я сегодня с такими благородливыми. Такой юбочки. Уже с такой кубочкой. Уже пострадали. Потому что здесь уже Своротский. Я уже не хотела делать акцент на российском. С понианом. Вот так вот. Только что официант открыл бутылку шампанского. Короче, покупал на всех. Вот мужчины с пинком укрей. Я тоже вся покупалась. Ну хорошо. Это на удачу. Будем считать, что это на удачу. Видите, невозможно было снять. Я вам быстренько все показала. Потому что как раз люди были. Маура сейчас решила, что надо закрыть вообще. Бутик и спокойно посидеть. Немножко отдохнуть. Прохладно сейчас. Хорошо так. Маникюрчик уже до Александра. Я уже записана к Александре. Потому что видно маникюр. Я не могу. Я так не люблю, когда отрастает маникюр. Напротив мальчики сидят. На английском разговаривают. Они покушали здесь. Потом погуляли. Потом опять пришли. Это одна парочка. Здорово, привет. Будьте здоровы, жирите богато. Мне как-то написали, жимать всегда с бокалом. Ну, этот бокал может быть один день. Один раз в неделю. Ну, на видео оно смотрится, да, постоянно. Ну, вот смотрите, я померила вот такие, чтобы вам показать. Ну, не знаю, как показать. Ребята посмотрели, что я тут с браслетиками. И уже смотрят, что они купили. Видит, что я тут подоставала свое все. Ну, я просто купил с Диором. Ну, я не люблю Диором. Пусти. Пусти. Субтитры сделал DimaTorzok. Мне стыдно вам показывать, потому что маникюра нету. Как бы четыре недели уже будет и уже отросло. Мне стыдно свои ногтики вам показывать. Дорогие мои зрители, смотрите, что я с шарфом. Шарф у меня всегда в сумке, потому что потом прохладно. Или вечером в аппаретто, или где-то в трамвае, в автобусе. Да, то я беру с собой шарф. Чао. Я рекомендую всем. Не забывайте об этом. Какая бы жара не была. Если солнышко жарко, конечно, головной убор хорошо иметь. Ну, и шарф, конечно, потому что сквозняки, кондиционеры везде. Хорошо, да, сейчас? Так сейчас прохладно, так классно. Просто супер. Вот эти полоски, эти футболочки полосатые. На гондолерах я имею в виду. Вот прилег себе, отдыхает. Очень много сегодня туристов. Реально много. Показала вам шарф и прячу. А буду уже садиться в аппарет, а то возьму. Смотрите, пробегала мимо, да? Но не могу, остановилась. Знаете, почему остановилась? Потому что видела в Максик вот такие торбочки. Вот такие сумочки-торбочки. Я не могу сказать, что это клатч. Ну, не знаю, как это назвать. Но если меня смотрят мои девочки, которые у меня работали продавцами, то они улыбнутся. Потому что я такие торбочки делала. Такие вот сумочки на вечерние варианты. Вот. С атласа, с такой ткани атласной. Вот. Легкие такие вот. Делала на свои ботики. Вот. Ну, если надо было под образ какой-то такой нежный. Вот, например, как сегодня я в такой юбочке кружевной, да? Нежной, фатиновой вот эти юбочки. То я вот такое вот делала. И потому я остановилась. Потому что меня это улыбнуло. Я остановилась, открыла камеру и снимаю вам. Зайду потом, когда спрошу, в какую цену. Вот, видите, они есть в разных цветах. Специально. Уже такая ледняя, как бы, коллекция. Конечно, желто-красная, коралловая. Я думаю, что есть зеленые и синие. Просто здесь вот такая витрина в этих тонах. И они поставили две такие борсы. Турепки. На польском турепка. На итальянском борсо. Вот так. Пошли дальше. Посмотрите, какая высокая вода сегодня. В принципе, вот еще две ступеньки. И уже все покроется водой. Видите, какая вода сегодня. В основном, вода высокая в ноябре. Вы же знаете, что в середине ноября поднимается вода. Они все готовы, ждут этого, как бы подготовлены. И все равно вода заходит везде. И компьютеры накрывают. И очень много вещей портится в магазинах. Вот такое. Вот такая роскошная пинчапеса. С ним платьи все поехала. Тут с пивком люди едут с себя. А как ты красный. Ты красный. На этом, дорогие друзья, будем заканчивать наше сегодняшнее путешествие. Знакомство с Венецией. Мне всегда кажется, что я очень мало вам всего рассказала. Потому что повторять одно и то же мне не хочется. А ходим мы, в принципе, по одними и тем же дорогам. А Венеция вообще это маленькие. Если разобраться, то тут по остальным переписям было 70 тысяч населения. Ну так вы представляете, что друг дружку знает. Ты идешь, они тебе говорят здравствуйте, привет. И это уже как бы как норма. Как и сегодня одета. Одета в такой маечке. Сейчас они очень актуальны. Здесь такие люраксы. Но это не моя маечка. Я их помню 19 долларов они стоили. Я покупала себе когда-то на магазин. И юбка у меня кружевная в пол. Империал. Империал. Это милианская фирма. Империал. Она продается в Болонье на Центр Гросс. Это уже есть эта фирма. Здесь закупаются. Тоже какой-то серица. Не знаю, как падает свет. У меня все натурально всегда. Вы же знаете. Я не делаю никаких этих... Все как есть, так есть. В натуральный свет как попадет, так и будет. Желтое, зеленое, белое, красное. Как получится без фотошопа. Все. Всем папа. Всем спасибо за просмотр. Я домой. До скорых встреч. Чао-чао.